Доброго времени суток, уважаемые любители шахмата, с вами Шахматный Феникс, и мы... Собственно, мы обозреваем наш нокаут-чемпионат, показываем вам результаты, и... Это видео означает окончание приема ваших команд на наш фэнтези-турнир, и, собственно, наверное, начнем с того, что... Покажем вам, собственно, как наши участники выступают, какие были результаты, и какие матчи нам запомнились больше всего. Передаю слово Артему Кампустину. Да, всем привет. Турнир успешно стартовал, закончился полностью первый раунд, практически закончился второй, остался один день на игру. Всего прошло 42 матча, это означает то, что 42 человека, больше половины, уже прекратили свою часть в нокаут-турнире. Но оставшиеся 32 продолжают борьбу. Сейчас вы видите результаты верхней половины турнирной сетки. И, Кирилл, какие результаты тебе вызвали наибольшие удивления? Ну, Галяков Евгений Иванов Сергей, наверное. Да, Евгений как-то без борьбы, видимо, проиграл. Ну, Евгений, я знаю, лидирует в другом нашем мероприятии. Об этом чуть позже. Да, и, наверное, всех удивил поражение Пети Андреева. Ну, стоит отметить Никиту Романовского, конечно, скрытая лошадка нашего турнира. И, собственно, тот, кто взял Никиту за небольшую сумму в игре фэнтези, тот огромный молодец. Интересно, были ли такие люди? Безусловно, были. Ну, хотелось бы также отметить поражение Федора Малькевича, достаточно неожиданное. Он говорил то, что сейчас не в форме. Ну, и хотелось бы отметить достаточно, наверное, самый продолжительный матч в этом нокауте. Криценко, Дмитрий, Стебенков, Олег. Четыре с половиной на три с половиной завершили. Да, целых восемь партий пришлось потребовать. Пришлось для того, чтобы выявить победителей. Но это верхняя половина, сейчас мы спустимся пониже. Да, можно отметить, что Платон Гальперин вылетел. К сожалению, наша молодая звездочка из Украины. Ну да. Ну вот вторая половина. Да, Кирилл Рева пока спокойненько разбирается со своими соперниками. Поражение Александра Давидчика бросается в глаза. Пара достаточно ровная, и Вася молодец, безусловно. И я думаю, если Кирилл пройдет Емельянова Федора, будет интересный бой. Да, хотел бы отметить то, что уже начались раунды с такими интересными парами. То, что уже два кандидата-мастера сталкиваются между собой. И, ребята, по возможности, уже в скором времени начнем мы снимать интересные нам пары. Да, вот себя могу отметить. С отрицательной стороны. Да, да, да. Я играл не очень, на то были такие причины. Но суровые, ребята, регламент, а именно контроль. И не было возможности перенести партию. Ну что, я желаю Ярославу... А, вот Ярославу уже ничего не могу пожелать, к сожалению. Хотел пожелать удачи с Антоном, но... Часть и счастье в личной жизни. Да, но, к сожалению, не удалось. Так, ну вот, собственно, не вижу я. А, вот могу сказать, что Перелогин Георгий сильно сопротивлялся Владиславу Чижикову. Убился, но, к сожалению, 0-4 говорит о себе. Да. Вот так вот. И... Так, что еще у нас интересного? Ну, пока. Интересная пара Михайловский-Владимир-Вовка-Арест. Интереснейшая пара, я считаю. И непредсказуемая, в первую очередь. Да, Вова уже дал знать то, что ответственно подойдет к игре-игре, но сейчас занят в другом турнире, так что, надеюсь, он отдохнет и с новыми силами сыграет. Так, ну, а мы медленно перемещаемся на... На самую сладкую часть. Да, в наш фэнтези-турнир, и Артем открывает Excel-файл и рассказывает нам, о чем уже здесь пойдет речь. Вот. Перед вами таблица, которая означает, сколько раз брали данного шахматиста в команду. Ну, всего 26 команд, и, как видите, в большинстве из них содержится чемпион Феникса Петров Никита. Ну, что не может вызывать какого-то удивления. Да, большинство команд доверили Никите и членовство в своей команде. Да, вот почему доверили Константину Данилову, для меня большая-большая загадка. Ну, возможно... Возможно, из-за цены. Да, потому что, вот как лично я формировал команду. Я взял двух шахматистов с разных половинных сетки, с достаточно высокой ценой. Потом взял двух самых дешевых шахматистов. А последний уже на сколько останется. И вот, видимо, как раз Константин Данилов, Евгений Плюшкин как раз были теми шахматистами, которые... Должны были для того, чтобы вложиться в баланс. Так, ну и, собственно, нужно показать команды и лидеров нашего турнира. Да, покажем положение на текущий момент. Понятно, что вся борьба впереди. Но, тем не менее, уже конкретные выводы сделать можно. И, друзья, вот наш лидер. Евгений Галяков. В команде у него, заметьте, нет Петровой Никиты. Нет Петровой Никиты. И красным выделен шахматист, который прекратил свое участие в соревновании. То есть, больше очков не принесет. Да, и вот сколько? Уже 8 очков у Евгения. Да, целых 8 очков. Ну, так. Ну, что можно сказать? Буришина ожидает непростая борьба. Капустина тоже. Майделя тем более. Осипов? А Павел Осипов уже совершил сенсацию. Он уже, я думаю, перевыполнил ожидания тех, кто его взяли в свою команду. Да, ну еще стоит показать второе и третье место. Ну, мы вкратце уделим внимание на каждую команду. Так, это чья команда? Кирилла Ревы. Да. Да, спешу отметить, что Евгений единственный, кто прислал свою команду, никак ее не назвав. Отлично. Он просто нижегородец. Салон бьет аж 7. Ну, подвел я Владимира, извиняюсь. Так, ну, что здесь у нас? Матвей Савинов. Без Никиты. У Матвея Савинова уникальная команда. За счет Никиты Романовского пока. Да. Хочу спешу отметить, что Матвей Савинов это единственный участник конкурса фэнтези, который сэкономил одну условную единицу на формировании команды. То есть, как видите, сумма... Не 35, а 34. 34, друзья мои. И он, тем не менее, идет в лидерах. Такой вот у нас интересный турнир. И давайте дальше. Так, ну, Александр никаких сюрпризов не преподнес. Тем не менее, у него целых 4 живых шаматиста. Да, продолжаем. А, ну, здесь все понятно. Я думаю, стоит просто пролистать. Ну, мы вкратце отметим, вот Руслан Габитов это один из шести участников нокаута, которые мало того, что участвуют в нашем конкурсе, это еще и взяли себя. И, как видите, Руслан пока что не подводит самого себя. Ну, вот Данил Егоров тоже сделал правильно, то есть выбрал Петрова и Майделя по разным сеткам, и, собственно, они дают им определенный результат. Да, вот пошли команда, у которой 4 очка, и команда Кирилла Широкова. Ну, тут вообще просто браво. Платош, я в тебя верил. Верил, но, к сожалению, остается надеяться только на Никиту. Да, и давай дальше. Я думаю, уже можно вкратце пролистать, потому что... Мы сейчас пролистаем, да. Хотел бы отметить Дмитрия Поливаева, который буквально через несколько минут после анонса конкурса Фэнтези отправил свою команду, и, тем не менее, идет достаточно неплохо. Ну, вот моя команда. Главный джокер здесь Вова Михайловский, которого, кроме меня, не взял никто. Его ожидает суровая битва. Вова. Между прочим. Евгений Плюшкин идет неплохо. Евгений Новиков, который назвал свою команду по интересному принципу. Интересно, кто догадается, может написать об этом в комментариях. Иван Бабников. Артем, я думаю, можно побыстрее пролистать, потому что... Ну, мы уже почти приехали. Вот пошли одновременно участники нокаута и участники турнира Фэнтези. Пять ферзей на доске. Да. Пять участников. А, в геолы. Вот пошли команда, у которых всего три очка. Стартовали не сильно удачно. 25% удачи у Никиты. Так, ну и заканчивается наше видео. Вот, целых четыре шахматиста потерял Ярослав. Стоит надеяться только на Василия. Да, выбор у него, конечно. И, друзья, завершает наш список, наверное, уникальная команда. Целых нуль очков. Да, угадал, угадал Валера Красносельский с командой. Ну, подвели мы, подвели его администрация Нижегородца и администратора Феникса. Нельзя брать Нижегородца в команду, ребята. Запомните это. Так, ну а на этом всем спасибо за внимание. И, наверное... До новых встреч.